МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Наши новости» в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! Масштабные учения МЧС пройдут сегодня в поселке Затон. Планируется проверить, насколько спасатели и другие службы региона готовы к действиям в момент возможного весеннего половодия. По сюжету учений в районе условного подтопления окажутся 5 человек. Спасатели должны будут достать их из воды, эвакуировать, разместить в мобильном городке и оказать первую помощь. Все происходящее в режиме реального времени будут транслировать по специальному монитору. После отработки действий спасателями подготовкой займутся чиновники. После практической части учений пройдет заседание глав муниципалитетов Барнаула, Чарышского, Тальменского, Калманского и Куринского районов. Какую оценку в ходе учений получат их участники, станет известно уже сегодня. А вот между тем суд признал неудовлетворительной работу главы города Рубцовска Дмитрия Фельдмана. Напомним, что ранее городской совет депутатов дал отрицательную оценку деятельности рубцовского городоначальника. Причиной стали массовые жалобы горожан на работу сферы ЖКХ и благоустройства. Все это привело к тому, что народные избранники посчитали работу администрации и в частности самого Фельдмана неэффективной. Глава, в свою очередь, пытался оспорить их решения в суде, посчитав его необоснованным. Однако суд принял сторону горсовета, не удовлетворив требования Фельдмана. Отметим, что в ближайшее время депутатам вновь предстоит оценить работу главы города. Уже за 2018 год еще один НИОТ может грозить Фельдману отставкой. Продолжим. В Алтайском крае снизилось количество больных ОРВИ и гриппом. Об этом нашему телеканалу сообщили в региональном Роспотребнадзоре. За прошлую неделю число инфицированных составило 14 тысяч человек. Эта цифра ниже эпидемического порога на 3%. Большая часть заболевших – дети. Напомним, карантин по ОРВИ и гриппу сохранялся на всей территории края почти месяц, а в конце февраля в связи со снижением заболеваемости ограничительные мероприятия в образовательных и медучреждениях были сняты. Спортивные и развлекательные мероприятия в Краевом дворце спорта могут возобновить в октябре. Спустя 7 месяцев после его закрытия там, наконец, начали ремонт. Как сообщил министр спорта Края Алексей Перфилев, сейчас демонтируют сидения и борта арены. По словам чиновника, ремонт должен превратить дворец в современный спортивный объект. А вместе с ним, кстати, обновят и другие краевые сооружения. Так, Перфилев заверил, что хоккейные борта отвезут на Новоалтайский объект, а сидения разберут муниципалитеты. Ремонт, конечно, коснется и купола. Напомним, именно к нему противопожарные службы во время проверки летом прошлого года были основные претензии. Проверяющие тогда сделали заключение, что материал купола может привести к возгоранию. Нависающие конструкции, их сбрасывают, те перекрытия меняют. Поэтому это нормальные технологические решения, которые позволят снять те ограничения, увеличить визуальную, соответственно, объем этого зала, ну и, собственно говоря, снять те сложности, которые были. Закончить ремонт и открыть здание планируют к началу нового хоккейного сезона в октябре. К тому времени пройдет больше года с момента закрытия дворца спорта. Контролировать ход работ министр спорта намерен лично. Так, в пятницу он совершит первый визит в здание. А уже сегодня в Барнауле откроется девятая по счету экспозиция молодых живописцев, скульпторов и дизайнеров со всей Сибири. Молодые творцы, почти 300 человек, предстоят порядка 600 работ. Посмотреть их можно будет сразу на нескольких площадках. Это стало возможно благодаря поддержке президентского гранта в 2,5 миллиона рублей. Гости мероприятия могут не только полюбоваться работами на стенах, как это было раньше, но и увидеть их на передвижном мониторе. Также есть возможность поучаствовать в мастер-классах, послушать тематические семинары об искусстве. Самые лучшие работы художников, дизайнеров. Азарта по правилам проекта перейдут в дар Государственного художественного музея. Интересные научные работы искусствоведов будут опубликованы. Добавим, что открытие выставки «Азар Сибирь-2019» пройдет сегодня в 16 часов в выставочном зале Музея город. А прямо сейчас о погоде спонсор прогноза «Банк Восточный». Доделать ремонт, поменять мебель и гардероб обновить к весне. Успеете оформить кредит в «Банке Восточной» по ставке 9,9% до конца марта. На большей территории края плюсовая температура и ясно. В Бийске плюс 7, в Рубцовске плюс 1, в Белокурихе до 5 тепла. В краевой столице ясно, ветер южный слабый днем до плюс 5. Телефон редакции в Барнауле 722 440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи.